В эфире канал «Россия. Итоговая информационная программа. События недели». В студии Ашамес Пхешхов. Доброе утро. На этой неделе состоялось главное информационное событие. Традиционный прямой эфир с Рашидом Тимрезовым. Глава региона ответил на все вопросы, интересующие жителей республики. Как и прежде, встреча прошла на нашем канале «Россия-1». Новшеством этого эфира стали видеообращения, которые телезрители присылали через WhatsApp. Продолжит тему Альбина Ламкова. Сейчас мы находимся в центральной аппаратной сердце телевидения. До прямого эфира осталось совсем немного. А чтобы он прошел без каких-либо технических проблем, задействованную аппаратуру проверили и подготовили заранее. Здесь нет права на ошибку. Во время прямого эфира решающее значение имеет каждая доля секунды. Внимание всем участникам прямого эфира. Просьба выключить свои телефоны. До начала прямого эфира три минуты. Руководитель субъекта, приветствуя всех, отметила важность и прямой связи с населением. Поблагодарил за активную позицию жителей и за неравнодушие к развитию республики. А затем рассказал об эпид-ситуации, отметив о стабилизации по этому вопросу. У нас сегодня меньше госпитализированных. Мы закрываем некоторые госпитали. При этом знаю проблему, которая сегодня есть, в том числе по некоторым лекарственным препаратам. Но правительство республики, Министерство здравоохранения, Карачаево-Черкесия очень активно работает и с поставщиками, и с Минпромторгом, Министерством здравоохранения Российской Федерации. И мы до конца года будем полностью обеспечены, и в текущее время будем полностью обеспеченными необходимыми препаратами, которые сегодня нам нужны. Затем руководитель региона сказал о важности формирования коллективного иммунитета и то, что это можно достичь путем вакцинации. На сегодняшний день в республике вакцинировано порядка 160 тысяч человек. Это примерно около 55% под плановых показателей. Но мы с вами четко должны понимать, что чем быстрее мы выработаем коллективный иммунитет, чем быстрее мы начнем прививаться, тем быстрее мы сможем побороть эту пандемию. Вопросы для прямого эфира поступали в течение недели через различные каналы связи, социальные сети. И несмотря на загруженность линии, можно было дозвониться и задать вопрос главе во время прямого эфира. Вела программу директор ГТРК Корчаева Черкесии Светлана Казиева. Я хочу напомнить нашим зрителям, что вопросы мы начали собирать заранее. И они продолжают поступать в эти минуты в наш колл-центр, который вы можете видеть прямо за нашей спиной. Затем, не теряя времени, приступили. На прямую линию по видеообращению дозвонилась по WhatsApp жительница станицы Преградной Любовь Щекланова. Вопрос такой. Газификация нашей станицы. Мы уже полтора года как по улицам у нас прокопали, вложили трубы, но не сдают наши ГРП. Я знаю эту ситуацию, особенно по Преградной. И вот там ГРП-4 у нас, по-моему. Мы в следующем году пустим газ в дома всех жителей. Поэтому не переживайте. Я сам этот вопрос проконтролирую и приеду, это всё сам проверю. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в проведении трансляции. Уже во второй раз члены республиканского правительства, главы городов и районов были на связи со студией в режиме видеоконференц-связи. Многие вопросы касались частных проблем, но были заданы и общественные темы. Например, в ауле Абазакт просили установить детскую площадку. Точка роста в школе аула Кубина и ремонт дороги Учкикен-Карачаевска. А в посёлке Дамбай просили построить дом культуры. Вас беспокоит Шамиль Хубиев. Я в данный момент нахожусь на Дамбайе. И вот у меня такой вопрос. Наши курорты становятся всё более популярными и уже конкурируют с зарубежными местами отдыха. Но у нас в Дамбайе нет таких культурных площадок. Я думаю, что мы в течение следующего года дом культуры построим в Дамбайе и запроектируем дом культуры ещё и в Архызе. Сотрудники колл-центра, принимая вопросы, предупреждали жителей республики о том, что в рамках полуторачасового эфирного времени не все обращения смогут озвучить. Но без внимания не останется ни один вопрос. В настоящее время поступило более 500 обращений. И интересно то, что поступают обращения не только от жителей Карачао-Черкесии, но и от выходцев нашей республики, которым не безразлична судьба нашего края. Также обращаются и школьники. Попросил ребёнок, восьмиклассник у нас, обратился к главе республики с просьбой подарить ему юбилейные монеты. Хотим узнать о судьбе нашей многострадальной спортивной площадки. Рашид Бориспевич, да, этот вопрос возьмём на личный контроль. И до конца года эти работы мы выполним. Там уже произведено благоустройство двора. А детскую, вернее, спортивную площадку до конца текущего года мы отремонтируем. Будет ограждение, новое покрытие. Выполним эту работу. Затем поступил вопрос от известного коневода Клычгирея Урусова. Его интересовала судьба конезавода в Малокорчаевском районе. Акционерное общество, где 100% пакет принадлежит Карачаево-Черкесской республике. Сегодня, кроме как привлечения инвестиций, улучшения генофонда, регистрации, паспортизации, других мыслей нет. Я такое поручение уже давал Министерству сельского хозяйства нашей республики. Они активно этим вопросом занимаются. Но что больше всего в этом вопросе интересует заявителя, то я могу с ответственностью заявить о том, что о продаже, реализации, приватизации Карачаевского конного завода речи на сегодняшний день вообще не идёт. В ходе полуторачасовой беседы с телезрителями был затронут ряд вопросов, поступивших накануне и непосредственно в прямом эфире. Темы абсолютно разные. От острых проблем до повседневных житейских. Дороги и жильё, ветхое и аварийное. Их капитальный ремонт, качество воды, помощь семьям с детьми с ограниченными возможностями. Решение вопросов по многодетным семьям. Прозвучала масса вопросов на эти темы. К концу эфира количество поступивших вопросов достигло около тысячи. Как было сказано в самом начале прямой линии, без ответа не останется ни одной из поступивших обращений граждан. С каждым свяжутся и разъяснят, что к чему и зачем. Решение всех вопросов глава республики будет держать на личном контроле. Уже сегодня за просьбами многих последовали поручения Трошида Тимрезова в адрес республиканских и местных органов власти. По вопросам, не прозвучавшим в эфире, но принятым оператором колл-центра, также в ближайшее время будут даны письменные ответы. В заключении руководитель региона рассказал о запланированных мероприятиях к празднованию столетия образования нашей республики. В следующем году мы празднуем столетие со дня образования Карачаева-Черкесской автономной области. И также 30 лет наша Карачаева-Черкесия в составе республики. Как мы будем праздновать? Конечно же, в столице нашей Родины мы обязательно проведем там культурные мероприятия. Конечно же, следующий год, это будет еще год, в год юбилея республики, ознаменован открытием многих социальных объектов, социально значимых объектов, культурных, спортивных, в том числе и касаемых в жилищно-коммунальном комплексе. В следующем году мы официально, торжественно откроем не только стадион, о котором я говорил сегодня, а и нашу соборную мечеть в городе Черкесске. Это вот будет все приурочено к столетию республики. Так что мероприятий очень много, планов много, задач очень много, но ни в коем случае это не снимает с нас ответственности решать те текущие вопросы, которые вот сегодня мы слышим, интересуют жители нашей республики. Это наша прямая обязанность их решать. И я думаю, что вот так совместными усилиями и при той поддержке, которую мы сегодня чувствуем со стороны нашего президента Владимира Владимировича Путина, который и подписал указ о праздновании столетия республики, мы чувствуем всестороннюю поддержку. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Корчаева, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Существует множество способов сделать предложение. Не жди идеальный момент. Бери момент и делай его идеальным. 585 золотой. Тысячи причин услышать. Да. Актовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одежда, диван-теки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Действуют новогодние скидки. При покупке до 100 тысяч рублей 10%, более 100 тысяч 15%. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 0.9». Не пропусти распродажу настоящих русских шуб. Скидки до 70%. Норка от 23 тысяч рублей. Только 15 декабря в Центре развития предпринимательства. Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке «Дары Камчатки». С 14 по 18 декабря. В Доме предпринимателя, город Черкесск. Срочно продается готовый бизнес в Черкесске. Авто-самомойка. Итальянское оборудование. Рядом имеется двухэтажное здание 80 квадратных метров. Внизу кофейня. На втором этаже салон красоты. Все оборудовано. Земля 20 соток. Телефон 8-988-19009. Сегодня день Конституции Российской Федерации. С государственным праздником жителей поздравляет глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Принятая в 1993 году Конституция стала ключевым этапом в становлении современного демократического российского государства. Основной закон заложил прочную основу для построения правового государства и укрепления темпов социально-экономического развития России. Надежно защищает права и свободы каждого жителя Отечества. Политические, социальные и нравственные принципы, закрепленные в Конституции, фундаментальны. Они опираются на многовековом опыте государственного строя нашей страны. Перед нами стоит важная задача – сохранить и приумножить бесценное наследие предков, мир и согласие между народами нашей Родины. Именно от этого зависит будущее нашего Отечества. Прекрасная возможность для развития легкой промышленности. В селе Учкикен Малокрачаевского района прошел ежегодный традиционный форум «Легкая промышленность. Курс на экспорт». Данное мероприятие собрало на своей площадке производители из Карачаева Черкесии. Представители известных торговых организаций России. На форуме побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Форум легкой промышленности – это уникальная площадка для производителей из Карачаева Черкесии продемонстрировать свои изделия участникам и представителям различных сетевых магазинов одежды. Также это позволит провести переговоры для дальнейшей реализации своих товаров. В связи с соблюдением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса форум проходит в онлайн и офлайн форматах с трансляцией в интернете. Организаторы отметили, что легкая промышленность – это одна из представительных отраслей экономики республики. С каждым годом такие площадки привлекают многих производителей, что дает возможность развитию бизнеса нашего региона. Более 50 тысяч занятого населения работают в легкой промышленности и, соответственно, мы всегда будем уделять приоритетное внимание развитию и поддержке легкой промышленности. Сегодня я хочу сказать, что анализируя эту динамику активности, которую сегодня мы наблюдаем, что кратно увеличилось и как количество участников данного мероприятия, так и количество интереса, который проявляется со стороны федеральных торговых сетей. Хочется просто сказать, что сегодня нашим партнером в организации деловой программы форума выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, а также Российская Ассоциация фэшн-индустрии. На форуме для всех производителей были организованы обучающие лекции от различных экспертов торговых предприятий. Также предприниматели могли задать свои вопросы и получить необходимую консультацию для продвижения своей продукции не только на рынке России, но и за рубежом. Это конгрессно-выставочное мероприятие, которое предусматривает и образовательную часть, и выставочную. Выставочная часть направлена для тех предпринимателей, покупателей и байеров, которые приезжают к нам изо всех уголков России. Это крупные компании, такие как Сел, Бифри и так далее. Поэтому мы специально этот форум проводим в два дня. Предприниматели в основном это все в сфере легкой промышленности. В этом году мы впервые проводим в селе Учкикен, поскольку самое большое количество предпринимателей в этой сфере находится именно в Учкикене. Торговые представители различных магазинов одежды здесь могут познакомиться с качественной продукцией местных производителей. Для нас важно наладить тесное взаимодействие с предпринимателями, чтобы реализовать множество бизнес-проектов в этой сфере, уверяют представители крупных торговых предприятий. Я надеюсь получить новые знакомства новых производителей тканей и одежды, чтобы разрабатывать новую продукцию для нашей компании. Компания «Озон» является крупнейшим маркетплейсом в России. На данный момент большие планы по развитию СТМ в разных категориях, поэтому компании интересны такие мероприятия. Производители республики представили многообразие товаров из ткани и шерсти. Получить оценку и, конечно, поддержку от экспертов – это прекрасная возможность для дальнейшего развития нашего бизнеса, отмечают участники форума. Мы рассчитываем получить в основном знакомство, рассчитывать кругозор, обрисовать себе перспективы. Думаю, как вот поначалу даже посмотреть, очень продуктивная выставка будет. Большое спасибо организаторам. Для нас это, во-первых, что-то новое, возможность развиваться дальше, знакомство и продвижение своей коллекции. Очень нам понравилось. Мы первый раз на выставке, но решили посещать дальнейшим ее еще раз. Желаем удачи всем нашим коллегам. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с различными фирмами. По завершению форума предприниматели республики продемонстрировали свои изделия торговым представителям различных крупных магазинов страны. Алихалип Шоков, Алиб Астана, Вести, Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район. Спасибо, доктор. Общественные награды от Совета ветеранов управления Росгвардии по Карачаевой-Черкесии нашли своих героев. Медицинские сотрудники, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом, были отмечены благодарственными письмами и медалями ведомства за самоотверженные труды спасения жизней в период пандемии. Фатима Даурова продолжит тему. Врачи, фельдшеры, медсёстры, санитары, водители скорой помощи, люди, которые продолжают трудиться на самом трудном участке – в красной зоне. И решающая роль в борьбе с пандемией принадлежит именно им. Сменив белые халаты на защитные комбинезоны, они встали на линию огня, каждую минуту стараясь спасти чью-то жизнь. Ветераны боевых действий, как никто другой, знают о самопожертвенности врачей, полевых докторов, которые не раз спасали их, оказывая медицинскую помощь прямо на поле боя. Жертвуя собой, спасти другого человека. На это нужно не только характер, нужно волю и любовь к родине, любовь к своей стране, к своей семье, к своему дому. Только когда в таком случае человек готов на жертву, это непросто и не все способны. А врачи, они жертвуют собой, особенно вот кого мы награждали, это госпиталя ковидные наши. Они входят в красную зону, смертельно опасный вирус. Они каждый день жертвуют частицу себя, жертвуют своей жизнью ради спасения других. Председатель Совета ветеранов Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Сергей Кузнецов поблагодарил медиков за их выдержку, профессионализм, за выполнение гражданского долга и вручил им награды, которые были специально учреждены ведомством для них. Медали за самоотверженную борьбу против коронавируса и благодарственные письма. Орденом Гиппократа, высшей общественной наградой за выдающиеся успехи в области здравоохранения был удостоен главный врач медико-санитарной части Черкеска Борис Б. Темрезов. Для нас, медиков, очень важно, что общественность понимает, в каких тяжелых условиях приходится работать, выполняя свой долг и спасая жизни, делится мэтр медицины. Хочется отметить особенно медицинских работников, которые работают в госпиталях. Мне очень жалко их. Я, если бы позволил мой возраст, я бы стоял рядом с ними. Я вижу, как они валятся с ног. Очень тяжелый труд. Сравнивали когда-то с трудом шахтера. По-моему, ни в чем не уступает. Даже намного больше риска сейчас у работников, которые работают в госпиталях. Свою работу в самом пекле, в больницах и на скорой, превратившихся в одну сплошную красную зону, бойцы ковидного фронта принимают как должное. Они практически живут в госпиталях, чтобы каждый больной мог задышать самостоятельно, полной грудью. Фатима Дорова, Максим Долгов, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Поводом для следующего сюжета стал звонок в программу Вести от жительницы аула Инжитчекун Марины Биджевой. Инвалид первой группы просила помощи у корреспондента в освещении ситуации, которая сложилась у нее во дворе. В результате исхода сельевого потока из-за проливных дождей летом этого года. Свои законные 10 тысяч, которые полагались по степени разрушения подворья, потерпевшая получила. Но можно ли отстроить на эту сумму разрушенный дом? В ситуации разбирался наш корреспондент. Это кадры с телефона, отснятые в суматохе, в перерывах между попытками спасти нажитое и выгребать иловый поток из подвала и комнат. А в доме живут мама с дочкой. Первой, в 87-й год идет. И она ухаживает за своей больной дочерью. Если бы не помощь соседей, которые быстро сбежались к двум женщинам, зная их положение, ущерб был бы гораздо больше. Сила удара стихии пришлась на старый самманный дом, где в тот момент находились Марина с матерью. Домик. Я там выросла. Я там все, мы там жили. Дом нету. Этот еле построен, недостроен. Тепла нету, ничего нету, ни воды, ничего. А домичек все равно хоть и вода унесла. Я свою жизнь там прожила 60 лет. И тем не менее, вещи наши там были, там все было. И вещи, и продукты. Все, мы могли там жить. Стена дома не выдержала натиска селя. По словам женщин, она отошла, образовав широкую трещину. А все, что находилось в доме, пришло в негодность. Понятно, что у двух больных женщин, живущих только на пенсию, скарб был, может быть, и не такой большой относительно зажиточных дворов. Но тем не менее, этим добром они пользовались. Она снесла на волнение. И шифонер, и спальню, и стиральную, и эти все. Все снесла. Нету ничего. Мне уже все нету. Где я лежала, эта постель, все осталось. Все на мусорку отвезли. Подвал, полный подвал был, вода. Некому было вытащить. Старая женщина смотрит на остатки дома, где провела свое детство. От него остались теперь саманные кирпичи, которые она в молодости своими руками делала, придавая форму глиняной массе. И уцелевший угол двух стен, как напоминание о былом. Не знаю, как жить дальше. Я не знаю. Тысяча восемьсот картошка стоит мешок. Огороды все, мусор. Ничего не взяла. И кукурузы нету, и картошки нету, и ничего нету. А купить нечего. Купить нечего. Вот и живи дальше, как хочешь. Картошка, мешок тысяча восемьсот. Это уже не знаю, как сказать. И плачет хочется. И радость, что мы живы. Рабочая комиссия присудила нанесенному ущербу категорию первой степени. И свои законные 10 тысяч рублей, положенные по этой категории, женщины получили. Но размер компенсации не хватит даже на то, чтобы залатать крышу этого дома, где мне сейчас приходится жить, говорит Марина. Она показывает нам письма, которые отправляла в различные инстанции. Ответ от всех один. Разобраться на местном уровне. Вот мы и решили обратиться в районную администрацию для прояснения ситуации. В частности, по Биджевой, ей была определено выплата в 10 тысяч рублей. Был составлен акт за ее подписью 29.06. И буквально через неделю или две она эту сумму получила. Кроме этого, ей была оказана помощь и техника, и экскаваторам. КАМАЗ был выделен для того, чтобы со двора убрать нанесенный стихий ил. Но техника не смогла развернуться в узком дворе. Прибывшие помогли, чем смогли. Но занесенного ила было так много, что до сих пор во дворе местами нога проваливается в почву. Нас поразило то, что эта маленькая хрупкая женщина, замученная болезнью, не собирается сдаваться. Пока бюрократическое колесо крутится, как вечный двигатель, тем временем мама с дочерью напомнили героев Сервантеса, идущих на мельницу только с копьем в руках и отважным сердцем в груди. Мама старая, я не смотрю на них. И то жить хочется ей среди детей, и же внуков хочет увидеть. Остаток жизни хочется хоть чуть-чуть на людей, похоже быть, подняться, чтобы не просить, чтобы хватило. Всем не хватает денег, я понимаю, все понимаю. Даже пенсии моей не хватает на лекарства. Фатима Даурова, Ислам Урума, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Накануне в России отмечался День Героев Отечества. Среди сотрудников военнослужащих и ветеранов войск Росгвардии России высшего знака отличия медали «Золотая звезда» удостойно 306 героев Советского Союза и 173 героев России. В их числе наш земляк, рядовой срочной службы Евгений Остроухов. Память героя России почтили сослуживцы, солдаты и сотрудники управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии. Смотрите подробности. Грозный 90-х. Ожесточенные уличные бои. Большие потери с обеих сторон. Горящая техника, подожженная огнем гранатометов. Цели, подававшие жизнь, безжалостно расстреливаясь из всего имеющегося оружия. И в этом огневом хаосе наводчик пулеметов, бронетранспортеров 54-й дивизии оперативного назначения Северокавказского округа Евгений Остроухов. Уже в самом начале боя он получил ранение в руку и ногу, но остался в боевой машине и смог открыть ответный удар. Позже, несмотря на полученное в ходе боя второе ранение, Евгению удастся выбраться живым не только самому, но и спасти своих сослуживцев. Раненый солдат дождался прорыва армейской колонны и только после этого потерял сознание от потери крови. Это был первый бой Остроухова. Впереди еще будут другие. Временно исполняющие обязанности начальника управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии Сергей Богданов и заместитель начальника по работе с личным составом Марат Суров вместе с сотрудниками вневедомственной охраны региона приняли участие в торжественной церемонии, которая состоялась у памятника герою России Евгении Остроухову, что стоит в центре его родного города – Усть-Жигута. Полковник Марат Суров рассказал молодым офицерам о боевом пути сослуживца, о примере его мужества и солдатской выдержки. И сегодня на примере подвига Евгения Остроухова мы довели до личного состава ту стойкость, то мужество, тот патриотизм, который проявил Евгений Владимирович. И, конечно же, хотим, чтобы это в дальнейшем отразилось на добросовестном отношении к службе нашего личного состава, чтобы в каких-то стрессовых ситуациях они тоже могли проявить себя как смелые и мужественные ребята. Евгению Остроухову пришлось поучаствовать и во второй кампании. На его счету несколько командировок в зону проведения контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. Одна из них стала последней. Старший лейтенант Евгений Остроухов трагически погиб в ходе проведения спецопераций по пресечению действий незаконных вооруженных формирований 25 августа 2002 года в селе Старые Атаги. Он стал одним из первых, кто удостовался звания Героя России с вручением медали «Золотая звезда» в ходе проведения кампании по восстановлению порядка на территории Чеченской республики в 1994-1996 годах. Фатима Дорова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Министр цифрового развития Карачаева-Черкесии Валерий Медовый стал одним из семи победителей из СКФО в конкурсе «Лидеры России» флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Напомним, Валерий Медовый не так давно вошел в обновленный кабинет министров, но уже успел проявить себя как грамотный специалист и хороший руководитель. Уверен, в суперфинале республика будет представлена на достойном уровне, сказал глава республики Рашид Тимрезов. Новые снежные трассы для любителей горных лыж и сноуборда. В Романске открылся горнолыжной сезон и уже запустили два склона. И за минувшие выходные Архыз посетили порядка 4 тысяч человек. Для гостей и жителей нашего региона работают 27 километров трассы, 8 канатных дорог, в том числе новая зона на Лунной поляне для начинающих. Насколько курорт готов принять рекордное количество туристов, подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Горнолыжный сезон в Архызе официально открыт. Сейчас для любителей горных лыж и сноубординга функционирует три трассы с протяженностью почти 9 километров. Запустили два склона. Это склон северный и южный. На склоне северный уже с самого утра многолюдно, так как каждый ждал открытия трасс, чтобы прокатиться и получить удовольствие от горного воздуха и комфортных спусков. Поднимаемся на высоту вместе с главой курорта в Северном Кавказе Хасаном Тимижевым. Он лично решил прокатиться на горных лыжах и осмотреть готовность трасс к новому горнолыжному сезону. Погода не позволила нам, как в прошлом году, еще недели ранее запустить сезон. Но мы сегодня, все, которые к нам в гости приедут, ничуть не пожалеют по качеству снега, по качеству горнолыжных трасс, которые мы подготовили. И я думаю, все любители горных лыж порадуются тому, что впервые в этом сезоне у нас сразу с самого начала сезона запускается северный склон. Это будет основным у нас сегодня преимуществом горнолыжных склонов Архыса. Лыжники быстрыми темпами направляются вниз, ловко скользя по склону. Стоит отметить, что трассы хорошо подготовлены и ждут любителей горнолыжного спорта. Я вот сейчас буду говорить не как руководитель этой компании, а как горнолыжник и любитель горнолыжного катания. Я вам скажу, что трассы идеально подготовлены. И даже самый-самый избалованный турист, который привык к европейским горнолыжным трассам, сегодня получит массу удовольствия. Эти трассы подготовлены и ничуть не хуже, а может быть даже где-то и лучше. Романтик готов к новому сезону с учетом соблюдения всех требований эпидемиологической безопасности. Это позволит не допустить распространения коронавирусной инфекции. В самих сервисных центрах проводится тщательная регулярная санобработка и соблюдается масочный режим. С целью безопасного пребывания на территории в плане заболеваемости ковидом по поручению главы Карачаевской Республики Рашидом Борисовича Тимрезова Особое внимание уделяется заселению, работе предпринимателей на территории. Допустим, заселение в средства размещения происходит только при наличии QR-кода о вакцинировании либо о перенесенном заболевании. И также отрицательный ПЦРТ в течение 72 часов. Мы так давно ждали открытия нового горнолыжного сезона и Архыз является тем местом, куда нам хочется возвращаться вновь и вновь, отмечают гости нашей республики. Сегодня приехал у нас супер открытие Архыза. Трасса великолепная, погода сегодня просто шикарная, солнечная. Чуть трасса ледяная, но сейчас ее подотпустят и катание будет вообще супер просто. Так что спасибо большое Архызу. Самые приятные, самые лучшие, самые высшие. Первый спуск в этом году. Незабываемые впечатления. Мы очень рады, потому что долго ждали. Сезон в этом году чуть запозднился и очень хочется кататься. Очень-очень-очень. На курорте открытый сервис-центр, где работают пункты проката горнолыжного снаряжения и созданы все условия для комфортного отдыха. Алихан Лепшоков, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Романтик, Архыз. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами и до встречи. Свечи. Подарки под елкой. Диван. Детский смех. В камине огонь. Вот и свершилось, о чем мы мечтали. Полон комфорта и счастья наш дом. Весь декабрь и для вас в салонах «Ангажемент» новый диван за полцены. «Ангажемент». Мебель. Интерьерные решения. Мы знаем цену комфорта. Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392. Существует множество способов сделать предложение. Но главное, что вы решились. 585 «Золотой». Тысячи причин услышать «Да». Не пропусти распродажу настоящих русских шуб. Скидки до 70%. Норка от 23 тысяч рублей. Только 15 декабря в Центре развития предпринимательства. Срочно продается готовый бизнес в Черкесске. Авто-самомойка. Итальянское оборудование. Рядом имеется двухэтажное здание 80 квадратных метров. Внизу кофейня. На втором этаже салон красоты. Все оборудовано. Земля 20 соток. Телефон 8-988-190-9. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин